Привет, друг! Это четвертый новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. А перед выпуском хочу сообщить о скидке на наш курс Redshift. Скидка в 30% действует на Пакет Плюс, где мы как раз добавили пару новых уроков, в которых расскажу, как можно использовать модели KitBash и у нас получится вот такая сцена, которая заняла у меня всего 3 часа. А следом подробный урок, как работать с экспортированными пассами в After Effects. В общем, полный композитинг, плюс к этому расширенный обзор, куда и какие текстуры вообще нужно подключать в этой нодовой системе. И урок по рендеру частиц от X-Particles и RealFlow. Ссылка в описании. Maxon, Red Giant и Redshift проводят 72-часовую летнюю распродажу 23 июня. За это время успевай получить 30% скидку на новые годовые подписки и лицензии Redshift. В день продажи, начиная с 23.06.20, в 6 часов по московскому времени Maxon сообщит код купона через блок, электронную почту, социальные сети и он также будет отображаться на сайте. Поэтому, если подумывал приобрести данный софт, самое время. Adobe выпустила ряд обновлений для программ, и во всех обновлениях они продвигают систему искусственного интеллекта Sensei. Как пишут в Adobe, недавние события во всем мире доказали, насколько важен творческий потенциал в жизни людей. Творчество помогает успокоить стресс этого бурного времени. Неплохо сказано, но посмотрим, что сделали. Итак, Photoshop. Он обновился до версии 21.2. Повышена производительность программы и… будем верить. В Adobe Camera Raw улучшена панель кривых, а также теперь можно создавать и устанавливать ISO-адаптивные пресеты. Улучшенный инструмент Select Subject позволит работать более точно и качественно с выделением мелких, извилистых и сильно деформированных деталей. Ну, конечно, это волосы. Выглядит на самом деле интересно. Select Subject построен на определенном алгоритме Sensei, в котором одной из задач является определение объекта как человека, что совершенствует рабочие процессы. Улучшена функция Match Font. Это соответствие шрифтов. Теперь поддерживается их большее количество. Поиск и определение совершает Sensei, который сопоставляет шрифт на фотографии с тем, что есть у тебя и предоставляет аналогичное. Ну, и еще парочка настроек, которые можно найти по ссылочке в описании. Также расширение Adobe Capture для Photoshop. Ранее Capture был в мобильной версии и теперь ты можешь превратить любое окружение или изображение в узоры, фигуры, цветовые темы и градиенты путем их извлечения из фотографии. Так что теперь и на ПК. Вышло обновление Stock Audio в Premiere Pro. Этот инструмент позволяет легче и эффективнее находить подходящую звуковую дорожку для видео. Функция предварительного просмотра позволит подобрать музыку и отредактировать ее с предварительным прослушиванием без водяных знаков. А после, не выходя из программы, оформить лицензию. Ну, наверное. Обычно это такие композиции, что… Ну, ты понимаешь, да? Substance представил новый процесс AI Powered Image to Material, который преобразует фотографию из одного источника в материал Substance, автоматически генерируя карты нормалей и смещений. Параметр AI Powered использует машинное обучение для распознавания форм объектов и точной генерации информации. Алгоритм был обучен с использованием грунтов, гальки, коры, камней, стен и многого другого. Ну, до этого мы уже видели похожие технологии, но вряд ли машина сможет просчитать глубину, мелкие детали и так далее. Потому что это картинка, которая в той же коре имеет невероятные градиенты как с глубиной, так и без. А поэтому революции, я думаю, здесь ждать не стоит. В новой версии можно рисовать и редактировать маски фильтров непосредственно в 2D. То есть создавать собственные материалы стало проще, причем возможно создание бесшовного материала. Появился инструмент коррекции перспективы, который позволяет регулировать или компенсировать перспективу изображения. И вместе с версией 2020.2 выпустили новые сетки для отображения материалов, например трещин или мха, а также новый режим смешивания, то есть наложение слоев и многое другое. Все остальные новые фишки можешь найти по ссылочке в описании. Все тебе скидываю вот сюда, ниже. Поэтому лезть, искать ничего не надо. Кстати, необходимо учитывать, что AI Powered поддерживается графическим процессором NVIDIA. Разработчики указывают, что с картами RTX процесс будет намного приятнее. Ну понятно, а к этому мы сейчас придем. Мои друзья из 3dmaya.com запускают свой бесплатный открытый курс основы CG уже сегодня. Это лекции и практика о всей нашей движухе. Расскажут, что такое концепт-арт и как на самом деле легко начать владеть Maya. Все это с преподавателями и поддержкой. Программа первой и второй недели подробно описаны на сайте. Уже сегодня можно залететь в движуху с разбега и познавать бытие. Ссыль в описании. AfterEffect не удостоился обновлений в июне. Только лишь исправили ошибки и выпустили версию 17.1.1. Ну немножечко упомянули о новом инструменте Rotobrush 2 в предстоящей бета-версии. Rotobrush использует алгоритмы машинного обучения Adobe Sensei. Ручное покадровое ротоскопирование замещает автоматика. Закрасьте объект, который вы хотите изолировать в контрольной рамке, включая уточнение краев для волос или другие текстуры. И Brush 2 будет автоматически отслеживать объект, следуя его движению. То есть будет создавать маски для всех последующих кадров. Важная фишка в нововведении Rotobrush может продолжать генерировать маски после того, как отслеживаемый объект будет частично скрыт объектом переднего плана. Когда выйдет бета-версия, неизвестно. Когда мы говорили про Adobe и их исполнение по поводу иконок, мы не предполагали, что все обернется таким образом. Дело в том, что иконки, которые были разных цветов, с последним обновлением стали цвета фотошопа. Ну или медиа-энкодера. Когда ты мог не читать и просто по памяти нажать на соответствующий окрас, теперь ты будешь открывать программу с третьей попытки. Я сделаю все, чтобы гарантировать, что я никогда не буду обновлять свои приложения Adobe из-за этого редизайна иконки. Кто вообще подумал, что убрать цветные иконки это хорошая идея? Пишет пользователь Adobe в Twitter. Огромная толпа пользователей объявила забастовку и Adobe потихоньку сходит с ума. Посмотрим, что будет дальше, иначе смысл в новых обновлениях будет нулевым. Также Adobe вместе с Nvidia представили коллабу с оптимизацией приложений и комплект ноутбука и компьютера. Видео выпущено еще 1 апреля и доступно только по ссылке. Новшества входят только в карты RTX. И честно скажу вам, друзья, это не очень. Улучшение из разряда GPU ускоренная обработка изображений ускоряет редактирование фотографий, особенно на дисплеях 4К. Ну, заставляет задуматься. 2020, только на RTX? Неизвестно, насколько продукты станут оптимизированы даже с учетом карт серии RTX. Поэтому посмотрим. Если ты обладатель карт тысячной серии и деньги не давят в карман, я бы не стал спешить. Ссылка на новость в описании. Также в Nvidia похвастались технологии синтез изображений с высоким разрешением с Stylegun 2. У пользователя появляется возможность исследовать карту с портретами, вращая камеру и плавно переключаясь между лицами людей. Выглядит потрясающе. Пользователи также могут изменять художественный стиль, цветовую схему и внешний вид мазков кисти. Программа была обучена с использованием Nvidia DJX, состоящая из 8 Nvidia V100 графических процессоров. Реализации и обученные модели доступны в Stylegun 2 GitHub. Ссылка в описании. Эмберген скоро добавит возможность создавать миллионы частиц в реальном времени. Это что-то с чем-то. Выглядит отпадно. Сейчас многие крупные игровые студии используют Эмберген для своих игр. И как пишут сами разработчики, в настоящее время цель игр состоит в том, чтобы сделать материал частиц спрайт в виде шитц, то есть плейн высокого качества. Инструмент создан специально для такого использования в играх. И рабочий процесс сосредоточен на мгновенных итерациях, не тратя времени на тормозную симуляцию частиц. С такими темпами надобность во многих плагинах отпадет. И сами джанговцы это подтверждают в своем твиттере. Со временем появятся плагины, встроенные в движок, которые позволят вам импортировать запеченные объемные симуляции и, впрочем, пока до этого довольно далеко. Ну и глянь сразу создание торнадо с использованием Эмберген у нас на канале. Инсидиум, создатели X-Particles, выпустили ролик Sneak Peek, то есть краткий обзор новых функций. Как они уже и говорили, обновления, которые должны были выпустить не так скоро, выйдут уже вот-вот. Программа заимеет новые функции Intersection, которая позволит создавать непересекающиеся линии для создания сетей и ветвлений. Все это будет добавлено в модификатор Network и Branch, а также XP Scatter, буквально с заменой встроенного мографа Cinema 4D. Я думаю, что это еще не все и будут новые фишки. Обновление должно появиться в начале июля. Russian 3D Scanner выпустили 4 программы R3DS VRAP 4D, Track, Rush и Node. VRAP 4D необходим для обработки сканированных данных. Он принимает последовательность текстурированных 3D-сканов и создает последовательность сетки соответствующей топологии. Track – это программа для отслеживания маркеров и определения черт лица. В общем, тебе нужно посмотреть самому, и это выглядит просто потрясающе. Имеется 30-дневная бесплатная пробная версия, обучающая ролики на главной странице и... это наши. Так что ссылка в описании, друзья. В последней версии Goudini 18 Build 499 есть ряд готовых к работе функций. Path Deform, который изгибает геометрию в соответствии с формой кривой, а затем позволяет применять вторичные деформации, такие как масштабирование и скручивание. Topo Transfer с натяжением исходной сетки на отсканированную модель для быстрой топологии. Viewport Fog. Теперь в окне просмотра 3D есть опции отображения для добавления эффектов тумана. Ты можешь визуализировать этот туман, используя OpenGL с элементами управления для плотности, непрозрачности, высоты и диапазона глубины. И многое другое по мелочи и не только. Все нововведения ссылка в описании. Character Creator 3.3. Помимо анонса SkinGen 3.3, создатели рассказали про новые элементы для глаз. Tear Line усиливает влажность век, в то время как Occlusion Mesh добавляет тени для глазных яблок. Для этих элементов глаза будут выделены шейдеры. Более того, Tear Line и Occlusion Mesh будут меняться вместе с различными формами глаз и адаптироваться к любым выражениям. Также присутствует связка с ZBrush и оптимизированная UV. House Group выпустила V-Ray Collection. Подписку «Все в одном» за 699 долларов в год, которая предоставляет доступ к основным программным приложениям и онлайн-услугам фирмы через единую лицензию. Она включает в себя обе версии Phoenix 3D, а также большинство основных выпусков V-Ray. На этот раз V-Ray включен для Blender, Nuke, 3D Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Moda, Revit, Rina, SketchUp и Unreal Engine. Atoms Crowd 3.4 от Toolchefs для Maya, Houdini, Katana и Unreal. Это плагин, предназначенный для обработки большого количества данных анимации. С новым выпуском появился Navigation Mesh, позволяющий настраивать траектории движения и автоматической анимации по ней. RVO, Avoidance для правильного столкновения объектов, Follow Mesh, позволяющий использовать анимацию меша с привязкой толпы и многое другое. Смотри по ссылке на видео. Вышло обновление Katana 3.6. Это обновление, ориентированное на рабочий процесс, с изменениями, включая поддержку привязки в средстве просмотра гидро. Доступно 10 режимов, включая привязку к вершинам, ребрам, граням, объектам и локаторам. Katana 3.6 использует 3D Lite NSI 2.0 для затенения Tune. Также обновленный рендеринг в реальном времени и новые инструменты для текстурирования. В выпуске также представлена новая система закрепляемых виджетов интерфейса, позволяющих отсоединять вкладки и закреплять их на любой стороне экрана, для создания макетов пользовательского интерфейса. Ссылка на все нововведения в описании. Итак, конкурс от Pixel Lab. Заходим на сайт, скачиваем классический Dixie BMW 315 в обиджи формате и начинаем красить. Работы отправляете на мейл, который там указан, и будет выбрано три участника. Победители получат бесплатный продукт по своему выбору. Ссылка в описании. Unreal Engine выпустила Control Rig, который доступен в экспериментальном виде. Он позволяет пользователям создать сложные анимационные установки для любого типа персонажа. Недавно выпущенный пример проекта манекена Control Rig демонстрирует, как можно создавать базовый риг персонажа и как ее можно анимировать в сцене с использованием Sequencer. Это можно скачать бесплатно и потестить. Вышло обновление Notch версии 0.9.23.121. Notch – уникальная программа в своем роде, позволяющая делать невероятные вещи с использованием частиц, мошен графики, 3D и всего прочего в реал-тайм. И все это основано на нодовой системе. В обновлении добавлен новый хромакей, позволяющий относительно легко работать с зеленым и синим экраном, добавлены функции прямой трансляции на YouTube и Twitch, Notch может одновременно использовать до четырех устройств захвата Direct Show. Добавлена поддержка мультисенсора Kinect, что кстати очень интересно. Также добавлена поддержка импорта файлов Cinema 4D с UV, исправлены ошибки и внесено еще много новых функций. Фанатам за подробностями в описании. Насыщенная неделя, мой друг! Спасибо за просмотр! Подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить и смотри новые обучающие ролики. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok